Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На уровне 40-49 это данж «Зеленый курган» или 29-й, как его принято называть в сообществе. Если ты добрался до 40+, то скорее всего ты уже был в этом подземелье, проходя его по знаку. Об этом в другой раз. Это самое маленькое подземелье в игре. Напоминает катакомбы из Лайн Эйдж 2. Вообще тема достаточно интересная. Несмотря на то, что босс достаточно слабый, даже данное подземелье все равно имеет свои механики. Как же попасть в 29-й данж? Самый простой способ переместиться через камень телепорта, который находится во всех крупных городах, в том числе и в городе Дракона. Убираем зеленый курган и прыгаем туда. Если тратить юаней желания нет, придется идти через могильник. Это 29-я точка на карте, находящаяся выше, ну или южнее, города Дракона. Рядом с деревней Архиды. Данж находится в конце могильника. Идти по сути нужно всегда прямо, придерживаясь правой стороны. Главное не перепутать и не зайти к туману с Вигнаром. Хоть сами они не агрессивные, их окружают садники из шайки призраков синим, а они ой какие неудобные. Босс подземелье, иначе призрак синим. У него 188 тысяч здоровья и он получает повышенный урон дереву. Соответственно устойчив он к земле. Что он делает? Кидается камнями, ну и довольно неприятный для персонажей 40-49 уровня. Находится он в дальней левой комнате подземелья, охраняемой всадниками с ауе уроном. Просто так дойти до босса не получится, так как вход в комнату призрака закрыт дверью. Чтобы ее открыть, нам необходимо убить так называемую башню местного хранителя ключа, которая находится в нижней комнате подземелья. Здесь как раз вступает дело с мекалкой игроков, рьяно ищущих лазейки в любимой игре. Для того, чтобы не убивать башню, нам необходимо найти в пати, отряд или нашу группу, друида. Если наша друли не филонила и прокачивала своего питомца, в идеале медведя-трубача, так как у него есть баф на защиту в течение 15 секунд, бау я пока в расчет не беру, то она может вытащить босса из комнаты. Дело в том, что боссы и монстры в этой игре могут свободно перемещаться сквозь стены и другие препятствия. Хоть и случается с этим багом множество проблем, иногда его очень даже выгодно использовать. Для того, чтобы это сделать, необходимо подойти вплотную к двери и клавишей ТАП выбирать монстра для атаки, пока не появится сам призрак в синем. Далее отправляем питомца в атаку, заранее прожар баф на защиту, конечно же, либо комбинацией клавиш АЛЬТ ПЛЮС ОДИН, либо кнопкой на панели питомца. Затем внимательно следим за полоской здоровья босса. Как только питомец нанесет боссу первый удар, тут же нажимаем на его иконку для обратного призыва в клетку. Затем происходит магия. Я охерел просто. Босс, озуев от такой наглости маленького мишки, решает дать пизды его хозяйке и направляется в нашу сторону. Максимально быстро уебываем от двери. Беги, сука, беги! Позволяя танку переакрить с вас босса. Дальше схема простая. Один танкует, остальные бьют ногами. Призрак в синем повержен. Немного про монстров зеленого кургана. В первом коридоре нас встретит лучник и колдун. Все монстры дальнего боя, а потому разбегутся и, само собой, в разные стороны. Поэтому первая атака лучше всего бить массово и издалека. Дальше по пути будут монстры фонари, которые взрываются после смерти, нанося высокий урон магическим классам. Стойте подальше, если вы к таковым относитесь. И последний проблемный тип монстров в данже это так называемые шарики. Головешки, которые плются в фиолетовые жижи прямо в ебало, что безусловно не радует. А особенно приста и мага, так как это физический харчок. А данже все. Еще на 40 плюс нас ожидают квесты, боссы и пуп. По порядочку. Квесты. Ох, блять. Вероятнее всего они уже успели заебать тебя на этом этапе игры, но потерпи. Ищи способ упростить себе жизнь при прохождении квестов и убивании мобов. Играй в полглаза, смотря сериал или так далее. Лайфхаки по изи-убийству мобов в АФК обязательно сделаем позже. В начале 40-х, не годов, но уровней вас ожидает путешествие по морским просторам идеального мира. Ебать его в сраку. Подводные квесты это моя самая большая боль в игре. Во-первых, мне кажется, что шансы выпадения этапов под водой значительно ниже, чем на поверхность. Во-вторых, практически все сука мобы агрятся на вас. Охуеть на каком огромном расстоянии. Ну и третье. Под водой расстояние чувствуется некорректно. Показаться, что монстр рядом, а он горбатый пес в 50 метрах. Если играешь персонажами ближнего боя, отдельное сочувствие. Потому как пока ты доплывешь до нужного, половину всех морских обитателей придется стереть с лица земли. Очень радует, что мобы на камбэке подсвечиваются. Иначе бы была бой совершенно иного уровня. Загасив рыбок, нас отправят в центр карты. Там две небольшие палаточные деревни. По заданиям там все просто, за небольшим исключением. Есть два квеста на время. Первый, это необходимо убивать сутулых собак на стоне горы. И второй, придется убивать летающих горгулий. Ну, само собой, ядовитых. Лучше всего взять сразу эти два квеста, сделать и сдать. И дальше спокойно заниматься остальными заданиями. Собственно, ничего сложного. До поры. Пока не появится квест на злы быков-тысячников. Неподалеку от дома стрел. Не спеши лететь, сломя к нему голову. Выполнить это задание, даже с учетом того, что оно дает аж 15 тысяч опыта. Не надо. Этот квест большой обман. Стоит отметить, что это соло задание. Делать его в пати бессмысленно. Мобы значительно старше вас по уровню. И часто стоят парами со стрелками. Которые, само собой, нахер не нужны. Этой боли было мало? Что ж. Шанс выпадения этого ебучего предмета настолько мал. Что гораздо проще найти эту гребаную херню у себя под ногами. Чем выбить у жадных туренов. Для примера. На моем танке, на прохождении которого я и делаю эту серию роликов. Я с 17 мобов выбил первый итем. Даже не стал пытаться бить их дальше. И вам не совет. Поднимите уровень, пойдете, добьете. Ну его нахуй. По поводу боссов на этих уровнях. А особенно сложных нет. Персонаж 80+, спокойно поможет убить их вам всех в соло. Отмечу лишь одного неприятного. Крыса. Около 59 данного. Она дается по квесту уважения. Оранжевое задание. О них речь пойдет позже. Рядом с домом стрел. Босс ходит с двумя охранниками крысами. Они наносят магический ум. А вот сама крыса стреляет из лука. Собственно в этом и сложность с ней. Рядом всегда брудят мобы. Огненные шаманы, например. И когда танк агрит босса, тот начинает убегать. Потому как он дальнего боя. А все монстры дальнего боя отбегают от вас дважды чаще всего. И помогают вам собрать смертельный парик из всего табора. Обитающего вокруг. Босса можно привязать. Но повать на меткость танка не стоит. Выберите момент атаки так, чтобы за боссом было пусто. Предварительно убив охранников. По скритам. Мой танк справился с ним соло. Используя хирку и банки на хп. Босс наносил 500 урона. Но это только потому, что его атака резалась в упор. Если попытаться с ним перестреливаться, урон соответственно вырастет вдвое. Начиная с 40 уровня, вашему герою будет доступен так называемый куб. Это огромная игровая комната. Ну точнее какая комната? 50 комнат. Но лично я не советую туда идти на этом этапе. А поэтому и рассказывать на нем в этом видео я не буду. Также под эту гребенку попадает еще одна интересная штука гуйму. Это очень интересное приключение. На пару часов. Но я снова не советую вам туда совать свой любопытный нос. И в своих видео отложу этот вопрос на будущее. Единственное о чем стоит еще добавить. Это еженедельное задание. Еженедельное задание на сервере Камбэк ПВ подразумевает. Еженедельное убийство монстров. Иначе говоря босса. На этапе 40 по 50 уровень. Это 3 босса находящиеся все рядом с могильником. Рядом с 29 данжем. О котором я вам уже рассказывал ранее. Первый босс находится прямо рядом с могильником. И убивается либо пати 40 плюс. Либо в соло любым персонажем выше 60 уровня. Атакует льдом. Немного замедляет. Но при этом урон у него небольшой. Хоть и магический. Следующий босс это туман. Он как раз находится прямо перед входом в 29 данж. В зеленый курган. Прямо рядом с ним. Внутри могильник. Напротив. Огромная туша. Атакующая вас ядом. Особой сложности с ним не будет. Если вам будет кто-то помогать. В соло вряд ли получится. Там очень много постоянно появляющихся рыцарей. Плюс если вы не сможете вытащить босса. На вас нападут еще и 2 каменные стелы. Которые также ничего хорошего вам не принесут. Собственно говоря. Убиваете волка перед данжем. Убиваете тумана внутри могильника. В самом конце. Напротив входа в 29 данж. И завершается еженедельное задание. Убийством призраком в синем. То есть прохождение ежедневного. Убийством призрака в синем. И с ним у вас точно не возникнет вопросов. Особенно после этого видео. Что ж получается. На этом мой не гайд окончен. Надеюсь я облегчил тебе переход. Через эти 10 уровней. Ну и с вами был я Элзи. Как обычно. Все необходимые ссылки в описании к видео. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok